Крепкий чёрный кофе Нин, у тебя есть домашнее животное? Да, собака, но я хочу ещё кое-кого завести. Кого? Ослика. Кто бы удивлялся. Ну подожди, во-первых, он мне подходит по габаритам, очень легко парковаться, во-вторых, скоростной режим соблюдает, я не люблю быстро. Заметь, я не спросил почему, ну продолжай. И ещё, потому что у меня обычно много сумок с собой, а он способен меня и сумки довезти до работы, поэтому это идеальное решение, ты просто ничего не понимаешь. И без пробок, да? Да. Друзья, мы надеемся, что сегодня вы проснулись в отличном настроении и добрались до работы без пробок. Да, привет, 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 привет. Ну и те, кто ещё не приехал на работу и только собирается, мы желаем вам отличного дорожного движения, не нарушайте правила и, конечно же, чтобы настроение не испортилось, потому что... У всякого свои лайфхаки, чтобы объезжать пробки. Да, я, например, не объезжаю. Нина, допустим, на ослике решила объезжать пробки. И другая дама в Новосибирске решила объезжать пробки неким другим способом, причём мне удивительно, что по обочине и в Новосибирске именно на этом животном она ездила. Да, давайте посмотрим, как того видео. Есть видео, как девушка объезжает пробки, причём довольно резво, вот заметьте, объезжает пробки на верболюде, на новосибирском суровом верболюде. Где она его взяла? Почему решила вот таким образом добраться? У меня есть предположение. Знаешь, вот в Египте, в Турции над туристами шутят иногда местные жители. Они бесплатно пускают на верблюд, ты спрашиваешь, то есть можно... Залезть? Да, залезть. Он говорит, да, пожалуйста, сколько? Он говорит, бесплатно. Ты залезаешь, там покатался, всё. Говорит, я хочу слезть. Он говорит, 10 баксов. А сложно слезть с верблюда? Да, сложно слезть с верблюда и не повредить ни себя, ни верблюда. Я думаю, что это самый жадный турист. Не хотите меня снимать? Ну и не надо. И до Новосиба, домой. На самом деле, на дороге частенько происходят разные странные вещи. Вот в столице культурной, в Санкт-Петербурге, на одной из остановок удалось запечатлеть лошадь. Ну, обычная лошадь, которая пасётся, ест травку, но... Заметьте, не кобылу, а лошадь, потому что это Санкт-Петербург. Я подозреваю, что коняшка просто ждала свой транспорт, и вот подъезжает троллейбус, и конь почему-то сначала подходит, а потом отказывается садиться. У меня есть варианты. Почему? Давай. Ну, во-первых, может быть, это просто не его троллейбус, и он, ну, как бы, не в ту сторону. Не на ипподром шёл. Так. Нет. Что ещё может быть? Ну, деньги не взял с собой на проезд, а зайцем. В коню ехать как-то... Карманов, да, я тоже не вижу здесь. А ещё, может быть, свободных мест не было. Либо боится людей, просто вот, ну, толпу. Увидел, да, или увидела, ну, какой-то страх появился, то, что нет, сейчас вот все вот эти последние деньги лошадиные, которые получил, да. Да, да. Придётся потратить вот на такую атмосферу. И ещё могут чекануть, вытащить всё. Друзья, страхи, это не так уж и страшно, а может быть и страшно. Как с ними бороться, что с ними делать вообще, знает наш утренний специалист. Доброе утро. Сегодня мы поговорим о осознании страха. Страх бывает двух видов. Инстинкт самосохранения, который нам абсолютно необходим для выживания. И патологический страх. Патологический страх, он, как правило, всегда находится в будущем. То есть, заметьте, мы находимся здесь и сейчас. Страх доставляет нам дискомфорт, а сам предмет наших опасений находится в предполагаемом будущем, которому вполне вероятно не суждено избыться. В такие моменты лучше всего остановиться и сказать себе, я нахожусь здесь и сейчас. В конкретный данный момент мне ничего не угрожает. И переждать эту волну, прилив страхов, которые бывают, к сожалению, у каждого человека. Повышая уровень осознанности, вы также сможете заметить, что страх маскируется и под другие чувства. Например, ревность, это не что иное, как страх быть хуже другого и потерять свою половинку. Не уверен в себе, не что иное, как страх перед поражением. Стыд, страх выглядят смешно и глупо. Не позволяйте страху давлеть над вами. Помните, что он всегда, патологический страх, находится в предполагаемом будущем. А будущее всегда загадка. Поменьше вам в жизни страхов. Всего доброго. Оскар, спасибо огромное. Действительно, от страхов, ну вот частенько, да, мы не можем что-то важное сделать, поменять какие-то решения нужные в жизни. Поэтому избавляемся от них как можно быстрее. Напоминаем. Я не знаю, почему сегодня именно пришла эта головная мысль, но тем не менее. В 22-м году в Пекине пройдут Олимпийские игры. Если кто-то забыл. Ну, почему она тебе пришла, эта мысль в голову сегодня? Потому что, наконец-то, были объявлены официальные талисманы этих Олимпийских игр. Причем заморачиваться особенно не стали. Взяли персонажей, которые всем известны, как написано на официальном сайте. Мне до сегодняшнего дня Панда Бинг-Дунь-Дунь и китайский фонарик Суэй-Жун-Жун известны не были. Ну, кстати, у каждого из них есть своя определенная история. Например, Панда Бинг-Дунь-Дунь когда-то отправилась в бамбуковый лес, летела там инопланетян и научилась летать. Точно бамбуковый лес? Так написано, по крайней мере, в официальной истории. Но и фонарик Суэй-Жун-Жун тоже не такой простой. Он когда-то решил, что надоело ему висеть над дверью. Он решил начать заниматься спортом, стал профессионалом. Фонарик Суэй-Жун-Жун, да, вот он. И теперь представляет Олимпийские игры 22-го года в Пекине. Так что, друзья, скоро вот с этой символикой, замечательными персонажами... Джунь-Жунь и Дунь-Дунь. ...мы с вами покупать разные бейсболки, футболки и другую одежду, чтобы быть как-то причастным. Друзья, да, но раз уж фонарик занялся спортом... ...медведь. Я думаю, что это сигнал, Нина, и нужно тоже заниматься спортом. И мы сейчас побежим переоденемся, и вы тоже переодевайтесь, и занимайтесь на месте с нами зарядкой. У нас была вчера зарядка, еще и сегодня. Мы вообще, мы еще сейчас на рекорд пойдем. Понятно? И ты перестанешь быть похожим на фонарик. Если я лучше знаю, лучше многих начальников, как надо. Когда уверенности в себе не занимать, а денег занимать не хочется... Старый бизнес в общественном за ноль рублей. Да. Настает время решительных действий. Реально разорвали трудовую книжку? Да. С чего начинается успешный бизнес, смотрите в программе «Работаю на себя». Друзья, сегодня в 18.00 на телеканале «Кубань-24». Ничего себе, Нин! Так, конечно, каждый понедельник и каждый вторник теперь зарядка в хорошем утре. Друзья, встречайте совершенно потрясающий фитнес-тренер, владелец фитнес-студии Дмитрий Жабин! Доброе утро! Доброе утро, Дима! Мы очень рады, когда ты к нам приходишь. Во-первых, потому что сразу как-то чувствуешь себя сильнее и стройнее. Во-вторых, у нас ряд вопросов есть к тебе. Ряд. Накопилось, знаешь ли. Мы можем начать делать разминку. Да, мы сегодня планировали делать разминку? Обязательно. Обязательно. А параллельно будем задавать вопросы. Согласен? Согласен. Такой ток-тренинг. Ток-тренинг. Давайте начнем с того, что мы на носки, на пятки будем подниматься, а вы будете задавать вопросы. Примерно подниматься, как ты, Дима, недавно поднялся, да? Нашли, значит, видео. Ага. Значит, смотрели один из федеральных каналов. Смотрим ты. Левая нога, пятка к ягодице. Так, понял. Прыгаешь на кольцах. Ага. Падаешь в бассейны. Это и есть. Ну, собственно, да. Русский индий называется шоу. И всем стоит посмотреть, потому что это было незабываемо. Почему решил принять участие? Это чтобы что-то себе доказать или за главный приз побороться? Это интересно. В принципе, это моя жизнь, фитнес и различные всякие такие испытания активные. И рекомендация была моих друзей, моей жены. То есть был кастинг. И мы были по месту, как раз находились на Роза Хутор. Это не гонка героев была, нет кастинг? Нет, это отдельное было мероприятие. Ноги пошире, выпад на правую ногу. На правую. Правая это вот эта. Да, правая это там, где выход. Там, где и у всех. И прошел кастинг, пригласили на съемки. И снялся. У меня что-то хрустит. Было очень интересно, в принципе, испытать себя. Это было действительно испытание. Но мы видели, это что-то вообще невозможное. Я бы упала просто на старте, мне кажется. Было, правда, очень круто. Мы болели. Понятно, что это запись, но я болела. Каждый раз, когда пересматривала... Нила всегда в записи болеет. Она пересматривает фильм и говорит, ну хотя бы в этот раз не прыгай. Ну, мой младший сын говорит, давайте посмотрим, как папа упал в бассейн. Классно. Мотивирует в этом плане работать над ошибками. Ну, плюс ко всему... Так, что делаем дальше? Стоим на одну линию. Это первое задание. Кстати, очень полезное и очень простое. Все могут это сделать. У нас же доброе утро. Хорошее утро. У нас очень хорошее утро. Спортивное хорошее утро. Стоим. Все? Все хорошо? Да, все хорошо? Ну... Закройте глаза. Десять. Девять. Восемь. Семь. Мы взлетим по этой части. Пять. Четыре. Что-то у меня со мной не так, да? Все. Два. Один. Отлично. Поменяйте. А почему меня... Что должно было произойти? Да вот ты на меня не смотрел. А тебя вот так не телепало? Мне сказали закрыть глаза. Тебя вот так не дергало? А ты можешь следующее задание поменять? Почему меня дергает? Так? Просто другая нога. Глаза закрываем. Почему тебя дергает? Это первый класс ниндзя называется. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Классное упражнение для развития ножичка равновесия и включения мышц. Слушай, тяжело. Тяжело удержать равновесие. Я почему-то вот, когда мы поменяли ноги, когда левая стала впереди, меня почему-то здесь начало валить к Нине. Это неудивительно. Дим, ну вот марафоны ты проводишь двухнедельные. Да. Двухнедельные, трехнедельные. Все просто задание. Все просто задание. Да, я это назвал последний, так называемый, челлендж. Мы делали две недели. Обычно марафон три-четыре недели идет. И мы, значит, у нас есть простые правила по питанию. А как контролировать? Контролировать по питанию, контролировать самоконтроль. А, ну человек отправляет, допустим, отчет, что я сегодня ел тренеру. Мы вот по заданию на две недели не едим молочный, не едим сахар рафинированный в любом виде. И мы не едим глютен, пшеничный белок. Дим, ну вот подожди, ну неужели не врут? Вот, ну неужели не врут? А это уже не мое дело. А, нет, ну правильно на самом деле. И лайк или дизлайк сами себе ставят. Я могу поставить балл за это, либо не ставить балл. Было такое, что если кто-то, например, в опыте такого, что кто-то съел какую-то гадость, например, да, то наказывалась вся группа. А, классно! Прямо как у него татар. Провинился тысячник. Это работает. Либо действительно люди начинают рассказывать, что все замечательно. Но это, еще раз говорю, это их дело. И я это просто проверить никак не могу. А в плане занятий, активности, да? Да, классно. Вот в этом плане идет полный контроль, потому что мы отслеживаем шаги по гаджету. То есть 12 тысяч шагов за день. 12 тысяч? Но тут не наврешь уже. Да, то есть нужна фотография, либо ты уже на собаку повесил гаджет, и она бегает. Причем на бездомную какую-нибудь, а потом ловили. Не, подожди, ее догнать тоже нужно сделать. Слушайте, я напоминаю, у нас разминка. Да. Да, да. Самую сильную мышцу в организме мы уже размяли. Язык регулярно, да? Поэтому давайте. Я предлагаю идти вниз, опираясь на 4 точки опоры. Угу. Колени под тазобедренный сустав, ладони находятся под плечевым суставом. Простое задание левую руку поднять. Везде прямые углы, да? Да. И правую ногу поднять. Правую. Правую ногу и что? И левую руку. Левую руку, правую ногу. Хорошо, если левая рука и правая нога короче. Ну, 3, 2, 1, поменяйте положение. Да. Еще раз. Такое легкое упражнение. А почему я кряхчу? Чередуя движения. Раз. Два. Раз. Два. Нина, в чем сложно. Это первый класс. Для тех, кто хочет посложнее, рекомендация следующая. Приподнимите колени от пола. И руки тоже, да? И очень быстро махайте руками. И мы заработаем миллион. Теперь все то же самое. Поднять правую ногу, левую руку. Ну что? И таким образом чередовать. Раз. Два. А, там ногу еще, да? Раз. Так, подожди. Ты что-то не поднимаешь. Левая рука, правая нога. Вот так. Да, 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 да. Отлично. Ага. Теперь спины ровные. Координация. Убываемся. Отлично. Есть. Молодцы. Слава. Давайте лучше програнили. Лучше упражнение. Делаем все то же самое, только с небольшим шагом вперед. Так. И с небольшим шагом назад. Угу. И делаем таких четыре проходки. Угу. Как-то называется это упражнение? Давайте назовем это, не знаю, спортивный медвежонок. Давайте. Фитнес. Левая рука, правая нога. Так. Так. Ага. Отличная координация низ-верха тела. Спина ровно. И назад. Нет. Не так. Не так. Так. Харьки. Да. Вперед, назад. Еще раз, Дим. Ох. Дим, давай. Нет, подожди. Стоп. Не так. Классно. Еще помимо физики мы еще интеллектуально развиваемся. Дим, а мы видели, что ты ездишь на электросамокатах. Электросамокатах? Почему не вели? Да, видели. Я в основном хожу пешком. Одну фотографию в Инстаграм мы откопали, и теперь куча вопросов. Как ты вообще относишься к электротранспорту? Не уменьшается ли активность в целом у народа? Уменьшается активность в целом у народа, если говорить так. Если это решает какие-то ваши необходимые задачи быстрого перемещения, то это неплохо, я так считаю. Это для развлечения тоже неплохо. Если ваша активность в целом высокая, я, конечно, предпочитаю ходить и иногда даже бегать. Когда я катаюсь, это просто для удовольствия. Окей. Тогда, друзья, у нас в гостях сегодня был супер русский ниндзя. Вот, ну, не важно, что не победил, но это пока. Правильно? Есть куда расти. Есть куда расти. Вот, вот Нина, допустим, растет. Видишь, она в данный момент куда-то растет. Друзья, оставайтесь с нами. Сейчас факты, факты спорт, погода. Потом вернемся к нам в студию и узнаем, почему в Воронеже самые высокомерные жители. Крепкий черный кофе, сонный шепот улиц. И соседи сверху, мне кажется, проснулись. Открываю окна и впускаю солнце. Доброе утро, друзья. Друзья, Нина Мачинская, Дмитрий Попович, хорошего. Хорошее утро. Думала, забыла. Забыл. Постоянно мешает мне вести передачу. Друзья, просыпайтесь и будьте аккуратны, потому что с утра, когда организм и мозг особенно не проснулся, бывает иногда вот пытаешься по лестнице быстренько спуститься, а не получается, как планировал. Получается, даже быстрее, чем планировал. Ну, быстрее, да. И на следующем видео можно посмотреть, как панда, сонная, маленькая, пытается слезть, оп-оп, и тут раз, и вроде как уже сразу внизу. Панда-каскадер. Да, то ли расстроится, то ли наоборот хорошо успеет. Пожалуйста, не повторяйте дома. Это выполнено профессиональным каскадером и не поддается никаким этим самым подражаниям. Вообще, конечно, с утра сконцентрироваться, настроиться на то, что тебе сейчас нужно будет куда-то идти, настроиться на работу очень сложно. Гораздо легче это сделать ночью. И вот у меня все гениальные мысли атакуют меня, как раз, когда я пытаюсь уснуть. Особенно вот эта траектория к холодильнику. Да, ну прям. Как незаметно взять. Видно? Дим, ну перестань. Витяну, которую ты спрятаешь. Я вообще про другое, что мозг, например, у меня работает более активно в ночное время. Я думаю, что следующая идея нашей героини пришла тоже именно вот в позднее вечернее ночное время. Конечно, Джин Брукс зовут гениального человека, которая нашла способ, как уберечь своих внуков и соседских детей от нерадивых водителей. Да. Она что сделала? Все вы знаете, что скоростной режим гаишники иногда проверяют таким устройством, которое в народе прозвали фен. Собственно говоря, бабуля не заморочилась. Она, чтобы все соблюдали скоростной режим, начала феном просто провожать каждого, кто проезжает по ее улице. Потому что она переживает за своих внуков. Конечно, и сработало, друзья. Действительно, все автомобили проезжают этот участок дороги максимально медленно. Поэтому детям ничего не угрожает. Причем соседи очень поддерживают. А если кто проносится, она останавливает и говорит, вы ехали слишком быстро. Вы ехали вот так вот на себя. А нужно было... Идея классная. Ну и вообще мы знаем, что бабушки, они, конечно, обожают своих внуков. И в плане воспитания, ну, можно сказать, что, конечно, у них опыта больше, но и балуют они сильнее детей. Да, потому что уже вроде бы своих детей воспитали, а тут еще одни подрастают. Ну и как-то им больше жалко их. Ну и что, ну вырастут обалдуемые. Ну какая разница. У них родители есть в конце концов. Да, родители будут нести за это ответственность. При этом родители, конечно же, стараются вложить как можно больше своих детей. И иногда заставляют заниматься тем, чем чадом их заниматься совсем не хочется. Я скажу так, перебарщивают. Бывает, да. Передавливают. Да, и вот яркий пример того, как ребенка... Хотите, чтобы я танцевал? Пожалуйста. Я буду танцевать, но чего вам... Но весь мир узнает, насколько я не хочу это делать. Причем, да, выражать свои эмоции необязательно словами. Можно просто показать, насколько мне не нравится ваша секция танцев. Причем, мне кажется, кулаков там не было в этих движениях. Он просто... Подумай. Он говорит, что ты родила меня не для того, чтобы я здесь стоял. Понимаешь? Прости Бога, не надо так делать. Помню. Очень смешное видео. Друзья, пожалуйста, относитесь серьезно к своим детям, прислушивайтесь к ним. Но о том, как правильно себя вести в особо острый период, когда нашим деткам нужно очень много внимания и понимания, а еще и терпения. Дим, вот послушай, пожалуйста, Людмила Александрова сейчас расскажет. Вспушки с детства. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о самом сложном периоде в жизни человека, о подростковости. В настоящее время подростками считаются люди от 9 до 21 года. Это то время, когда подросток сталкивается с самыми большими изменениями в его теле, в его головном мозге. У него очень много эмоций и желаний и большие трудности, чтобы совладать с этим. Задача родителя – оставаться любящим и заботливым, принимающим своего ребенка. Это сложно соблюдать баланс между необходимостью контролировать и желанием давать свободу. Когда ребенок маленький, с ним достаточно легко можно понять, что он хочет кушать или поиграть. С подростком все гораздо сложнее. Он настолько же чувствителен и раним, как младенец, но совершенно огромен и сложен, как взрослый человек. К нему невозможно предъявлять такие же требования, как ко взрослому. И он также, как младенец, требует заботы и любви. С подростками важно находить компромисс, интересоваться их жизнью, их желанием. Очень важно принимать его слова, его интересы, его решения и обсуждать с ним, не давая оценок, принимая его ошибки, разочарования, какие-то, может быть, даже глупости. Для того, чтобы в сложной ситуации подросток может подойти к вам и обратиться с тем, что у него проблемы, и он на самом деле хочет, чтобы ему помогли. Любите своих подростков, заботьтесь и давайте им возможности вырасти ответственными людьми. Спасибо, Людмила. Будем иметь в виду и детки тоже. Ну, а мы переходим к интересной статистике, друзья. Недавно ученые почитали и выяснили, или не ученые, кто статисты. Ну, одно известное агентство решило подсчитать, где, в каком регионе живут самые высокомерные люди. Между прочим, опросили около 3000 человек в 25 городах нашей страны. И спрашивали, считаете ли вы себя чем-то лучше других? Вы легко признаете свои ошибки, спокойно ли воспринимаете критику, прислушиваетесь к чужому мнению и так далее и тому подобное. Провокационные вопросы. Да, одни и те же вопросы были. И выяснили, что самые высокомерные люди живут где? Ни за что не угадаете. Я был шокирован. Воронеж. Друзья, не знаю, что там происходит у них в городе, но на втором месте наши культурные питерцы. Санкт-Петербург на втором месте оказался, Казань на третьем, четвертый Екатеринбург. И пятая. О-оу, мы. Да, да, на этом мы. Да, да. Удивительно, что на пятом. Не мы с Ниной, а Краснодаром. Мы обычно всегда на первом, но в этот раз почему-то да. Кстати, Иваново на последнем месте. Самые добрые, радушные, невысокомерные люди. Я знаю, почему. Конечно. Город невест. Чего выпендриваться? Да, друзья. Поэтому, если хотите себе хорошую невесту, то отправляйтесь в Иваново. Да, между прочим, да, все об этом говорят уже давным-давно. Да, весь Краснодарский край, говорит, все лето. Отправляйтесь к себе в Иваново уже. А мы всего лишь на пятом месте, друзья. Но зато мы знаем одно, что по всем статистикам в Краснодаре и в Краснодарском крае живут самые талантливые люди на свете. Да, что там вообще талантливые? Самые прекрасные? Они петь начинают прямо с пеленок. Зачем говорить? Сейчас вот через пару мгновений сами убедитесь. Откройте для себя восхитительный мир агротуризма. Насладитесь изяществом лавандовых полей, нежащихся под южным солнцем. Познайте волшебство напитка, известного много лет, но каждый год рожденного по-новому. Почувствуйте экзотику гастрономических изысков, любезно приготовленных местными фермерами. И с удовольствием отдохните там, где другие работают. Пойдемте посмотрим, как это устроено. Смотрите «Край аграрный» сегодня в 20.45 на телеканале «Кубань-24». Кузен, здравствуйте. Можно с вами познакомиться. Однажды по трансамкомбанию послали тусить в Трансильманию. Но где-то под небом Румынии в тумане заблутал самолет. Оставив машину с пилотами, они пробирались с болотами. С вампирами, ведьмами, гутами. Ты забыть, не глупился на рот. Оттрубайся под румынский бит. Слушать лецильманский мегахит. Автопатия под румынский бит. «Диско-диско-partизамин». ДИСКО, ДИСКО, ПАРТИСАНИ Друзья, совершенно неповторимое яркое утро. У нас сегодня и в гостях суперталантливые люди. Представляем Латифа Авалян, певица, модель Арминуя Авалян. Во-первых, мама Латифа, во-вторых, автор идеи театра мод в имена года. Об этом обязательно расскажем. А также модели Ева Мокина и Надежда Попова. Есть еще Дарья Моисеенкова, но она мисс Оренбург. Города Оренбург. Да, и поэтому она в Оренбурге. Она недостающее время года зима. Поэтому привет. Ну, она скоро к нам придет. И Дарья, и зима. Доброе утро, девчонки. Доброе утро. Сначала хочется сказать, что Латифа, наша певица, девочка, которая подарила нам сегодня такое потрясающее настроение, обладатель гранта-губернатора Краснодарского края, это еще не все. Солистка народной группы Бедроса Киркорова «Золотые голоса России», воспитанница Центра детского творчества города Курганинска. Латифа, сколько тебе лет? 11. И в свои 11 лет ты успела уже побывать в Крыму, победить там всех, в Израиль съездила тоже, всех победила. Как? Ну, в 6 лет я познакомилась с Бедросом Филипповичем Киркоровым, где он заметил меня на своем же фестивале-конкурсе в городе Адлер. Он начал меня приглашать по разным конкурсам, мы встречались. Потом меня конкурсы привели в Адыгею. Там на фестивале я познакомилась с послом мира. Также председателем ЮНЕСКО Молдовы Евгенией Ивановной Урсу. Евгения Ивановна меня тоже пригласила в Молдову. Уже третий раз в этом году я поеду в Молдову. И надеюсь, что еще раз привезу большие награды России. Слушай, мы будем держать за тебя пальчики, но, если честно, сомнений никаких нет. Но у меня больше вопрос к маме. Разъезжать по конкурсам? Это как минимум накладно должно быть. Это очень накладно. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех без исключения, кто оказывает помощь моей дочери, нашему театру времена года, попасть на престижнейшие фестивали не только на территории России, но и далеко за пределами нашей огромной страны. Я не отделяю свою дочь от девочек, которые сидят рядом со мной, поскольку Ева Мокина, она в 5-6 лет стала также победителем 18 стран мира в Кишиневе по приглашению посла мира Евгения Урсу. В том году, в 2018 году, Надежда Попова к нашему театру мод добавилась, и она стала мисс 19 стран мира. Девочки, которые недавно приехали из республики Крым, город Ялта, мы были на фантастическом проекте Бедроса Киркорова и Карена Шахназарова, все знаете, также мы поехали туда по приглашению генерального директора этого проекта. А что это проект? Что там было, кто туда приезжал? Игоря Епифанова. Это проект называется «Звездный путь». Собственно говоря, наши девочки достойно представили номинацию не только вокал, но и моделинг, где они заняли гран-при. И я хочу отдельно сказать, прежде всего, о титулах, которые получила Мокина Ева. Титул принцесса Ялты. Попова Надежда получила титул мисс Юга России и Республики Крым. Так. Латифа Авалян получила титул мисс Крыма. Ух ты. И, конечно, Дарья Моисенкова, это девочка, которая недавно была в Турции, также стала обладателем гран-при. В том году она с нами была в составе театра мод «Образ зимы», также гран-при. И главная корона была получена ею из города Оренбурга. Она мисс Оренбурга. Ее не хватает рядом с нами. Привет, Даша. Она сама из Оренбурга? Да, из Оренбурга. Улетела из Ялты, но всегда с нами. Армен, у меня вопрос. Как Курганинск и Оренбург, как вместе-то оказались? Я не только с Оренбургом дружу, и с Москвой. Помогаю вообще по всей России, помогаю создавать эскизы образов любого ребенка. Ладно, хорошо. Разговаривать и смотреть на девчонок можно бесконечно, но нам бы очень хотелось посмотреть. Мы знаем, что есть еще один номер, да? Да, конечно. Настоящий показ сейчас пройдет в хорошем утре. Друзья, встречаем театр мод времена года. Я надеюсь, что вы там перед телевизорами сейчас похлопаете. Обязательно нужно. Субтитры подогнал «Симон» 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 Браво, друзья! Театр мод времена года в студии «Хорошего утра». Если вдруг что-то пропустили, заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.tv Прямо сейчас факты спорт, факты погоды, новости. Потом возвращаемся в студию «Хорошего утра». И узнаем, когда все-таки выгоднее уходить в отпуск. Осенью, летом, зимой или весной. Крепкий черный кофе, сонный шепот улиц, и соседи сверху, мне кажется, проснулись. Открываю окна и впускаю солнце. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Золотистое утро – это все оно. Хорошее утро! Всем привет! Это «Хорошее утро»! В студии Дима Попович, Нина Манчинская. И разгар рабочей недели. Вторник на календаре. Конечно же, мы все в работе, а вот в голове сплошной отдых. Отпуск, море, океан, лес, горы, да что угодно. Хотя нет, я люблю хорошее утро. Люблю будить людей и радовать их с утра. Но все равно, согласитесь, да, когда приходится каждое утро просыпаться рано? Да, мне надо, да. Тебе нужен отпуск. Мне тоже кажется. Тебе нужен отпуск. Более что, на официальном сайте Госдумы появилась информация, рассказали, когда выгоднее идти в отпуск. Ну кто, как не Госдума, знает, когда выгоднее идти в отпуск. На самом деле информация очень полезная. Что они говорят? Во-первых, для отпуска нужно выбирать месяц, в котором наибольшее количество рабочих дней. Рабочих. Да, кроме того, выгодно брать как можно больше отпуск, чтобы в нем было выходных дней. Много. Да, потому что на работе вам за выходные не заплатят, а если вы в отпуск уйдете и захватите все субботы и воскресенья, то за них вам заплатят, как за отпускной день. Ну, короче, больше денег. Но только праздники не берите, потому что за них не заплатят. Да, поэтому май и январь самые отвратительные месяцы для отпуска. Да, мы отпуска всей страны в мае и в январе. Куда? Ну, не нужно перебарщивать, да, с отдыхом тоже. Но, друзья, поговорили о приятном, а теперь мы хотим вам показать самого неприятного человека на планете. Это мужчина, который, видимо, не работает нигде, и вообще ему заняться нечем, поэтому он идет в супермаркет и делает, знаете что? Вот, посмотрите, пожалуйста. Пришел, взял краску для волос темную и светлую. И поменял местами. Это, собственно говоря, ответ на ваш немой вопрос, почему в эфире я, а не Маша. Это что за подлость-то такая? Вы представляете, причем краска для волос, когда ты ее только наносишь на волосы, она абсолютно не выглядит как тот цвет, который ты ждешь. Допустим, если ты красишься в блондинку, на голове может быть что-то фиолетовое, поэтому если что-то коричневое, ты тоже не поймешь. Только через 40 минут. Это отвратительный поступок. Никогда так не делайте, а если делаете, то не говорите, что это мы вам подсказали. Да, это хорошее утро, и, конечно, настроение зависит не только от того, кого мы встречаем, какие новости слышим с утра, но и от погоды. Сейчас, слава богу, потеплело немножко. Фух, немножко, да, а вот у вас чуть-чуть придушило. Придушило, да, да, и что там нам дать сегодня? Что ждать сегодня знает наш погодный эксперт. Кто у нас сегодня погодный эксперт? Ну-ка. Привет, Дима, привет. Вот я сегодня расскажу вам о погоде с удовольствием. Сначала, ну не с началом, а уже с продолжением рабочей недели я расскажу вам, какая погода ждет наш край, ну, в принципе, и в целом по регионам нашего края. А наш край ждет хорошая погода. Дело в том, что с западной части к нам подошел антициклон и прогнал все тучи, которые скопились над нашим регионом за выходные и за прошлую неделю. Следовательно, осадков не будет, будет переменная облачность. Ну, возможно, где-то он что-то еще не зацепил, и где-то упадет пара капелек, но незначительных. Итак, идем по регионам. Восточная часть нашего края. Тихорецк плюс 19, Кропоткин плюс 22, Армавир плюс 21. Переменная облачность. Майкоп, Отрадная, Мостовской и Абширонск плюс 21, плюс 22. Также переменная облачность. Идем дальше. Северо-западная часть нашего края. Ейск плюс 16, Кущевская плюс 15, Приморско-Ахтарск плюс 15. Тимашевск плюс 21. Ближе к центру, потеплее. Запад плюс 21. В Темрюке и в Крымске плюс 22, потому что именно оттуда пришел тот самый антициклон, который поднял, повысил наши температуры. Итак, Черноморское побережье. Сочи плюс 22, Туапсе плюс 23, Геленджик плюс 23 и Новороссийск плюс 23. Также плюс 23, поэтому на Черноморском побережье тоже все хорошо и прекрасно. Краснодар утром плюс 16, днем плюс 23, как и в принципе везде по краю. Вечером плюс 17. Осадков не ожидается. Переменная облачность. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду и давление выше нормы. Поэтому, ребята, погода хорошая. Я вам желаю прекрасного продолжения дня. Дима, запомни, вот я рассказал тебе о погоде. Всем пока. Спасибо большое, друзья. Но независимо от погоды, ваше настроение сейчас будет отличным, потому что такой мужчина в студии «Хорошее утро». Я, конечно же, не про Диму говорю. У нас гости в студии. Вартан Асатрян, чемпион мира по ММА. Это не все регалии. Чемпион Кубка России по тайскому боксу. Чемпион Кубка Кавказа. Чемпион Кубка мира 2010 по К1. Мастер спорта по спортивной борьбе. Мастер спорта по ММА. Мастер спорта по тайскому боксу. Вот и закончилось эфирное время сегодняшнего. Доброе утро, Вартан. Очень приятно, что вы сегодня встречаете этот день с нами. В Краснодаре буквально недавно прошло сразу два больших чемпионата. Кубок России и Кубок Кавказа. Почему совместили, кто участвовал, как вообще прошло? Ну, почему совместили, потому что у нас очень большой комплекс «Алимп». Там можно проводить вот три турнира сразу. У нас было там два ринга. Юниор, юноши участвовали на Кубке Кавказа. А мужчины, женщины участвовали на Кубке России. И так провели совместный турнир. Сколько человек примерно принимали участие? В общем, около 550 человек. Полтысячи человек. Со всей точки России приехали на турнир. Сильнейшая школа Кемеровской области, Дагестан. Ну и так далее. Кто больше всех медалей забрал? Какой регион? Больше золота. По-моему, среди на Кубке Кавказа мы заняли Краснодарский края первое место. Пока все правильно. А на Кубке России, по-моему, мы третье место заняли, если я не ошибаюсь. Или даже четвертое, потому что у нас мало там мужчин было. Я единственный мужчина с края. А девчонки не вытянули? Ну, девчонки против пацанов. Женщин тоже не было. А, то есть, в принципе, участников мало было. Да, ну, в основном были это дюниоры и юноши. Мужчин у нас, можно сказать, нету профессионалов. Кто дальше ждет победителей после прошедших соревнований? Это был отбор на чемпионат Европы. Но, если честно, я дату не запомнил, когда они там проведут его. По-моему, до Нового года должны провести. Но так как у меня будет 19 октября международный турнир в Сочи, в Fight Night. Так. Там профессиональные бои по смешанным с дноборцем. Я просто попутно выступил тут, чтобы не застаиваться. Так, в целом, обкатку прошел. Ну, я думаю, успешно. И победил. Победил и случайно попал на чемпионат Европы, да? Ну, рассказать, да. У меня здесь было 4 поединка, и все были сложные. Там были ребята, в общем, которые неоднократно завоевали чемпионы России, чемпионы мира, чемпионы Европы. Они выступают именно по тайскому боксу. Я как бы совмещаю тайский бокс, смешанный для борца. А они именно по тайскому боксу. Но все же нам удалось. Но вы вот уже скромничаете. У вас регалий на весь эфир нам хватит. На самом деле, вот интересно, да, прошел обкатку. Часто ли делают так бойцы, для того, чтобы не застаиваться во время перерыва между чемпионатами, нужно участвовать в каких-то, ну, допустим, не особо важных. Просто для поддержания формы. Это даже не то, чтобы для поддержания формы, а для того, чтобы почувствовать ринг. Потому что атмосфера, которая у тебя на тренировке, она немножко другая. А та атмосфера, которая в бою, человек, когда выходит в бой, он, для него самое важное, это моральный настрой. А когда он выходит уже в ринг или в клетку, все, он один там, больше никого нет. Только он и соперник. И ощущения совсем уже другие. Только ты переступаешь ринг, процентов, может, 30-40, твоего самого лучшего уходит в сторону. По внутренним ощущениям ринг и клетка, что вот ближе, что, скажем так, больше будоражит, что больше нравится? Ну, сейчас скажу, мне больше нравится клетка, потому что в ринг ты можешь выпасть за ринг. Или там есть хитрые бойцы, они поползают из-под ринга. Даже такое было? Да, а клетка, ты уперся в сетку и все, даже, ну, если тебя в угол загнали, все, там можно спокойно бить. У меня такой вопрос наболевший, на самом деле, сейчас все, всюду трубят новым боем Александра Емельяненко против Михаила, сейчас скажу, Кокляева. Да. Слышали, может быть, да? Кокляев, чисто тяжеловес, Емельяненко, боец. Не, Емельяненко победит. Вот для вас. Все, все секреты раскрыл. Ответил, Вартан, на твой вопрос? Ну, почти. Я, в принципе, приверженец. Больше техники или все-таки должна быть в первую очередь сила у бойца? Ну, смотрите, давайте я вам, я сейчас за себя скажу. В этом турнире я победил характером и своей физикой, упорством и все. То есть в своей весовой категории или все-таки были? Нет, я в своей весовой категории бился в 60 килограмм, но я победил не потому, что я техникой владею лучше, чем они. У них техника намного лучше, чем у меня, потому что они тайцы, они выступают на протяжении уже 5-7 лет в тайском боксе. А я чередую. А когда ты чередуешь, то автоматически у тебя процесс подготовки меняется. То ты борешься, то ты бьешь, то ты борешься, то ты бьешь. Ну все, будем, значит, ставить на Емельяненко. Я не призываю сейчас, нет. Но в конце концов, спасибо большое. Спасибо и удачи мы желаем вам в октябре и на чемпионате Европы. Всех там. Ну а мы двигаемся дальше, друзья, и эфир продолжат люди с завидным упорством. Ну и тоже со своей техникой. Три-четыре. Шустрыки. Не получается. Я шустрое утро хотела сказать. Ха-ха-ха-ха. Сегодня со мной в студии Соня и Леша. Ребят, как настроение? Отлично. Это прекрасно. Сентябрь близится к своему завершению. Осень в самом разгаре. Ну а мы продолжаем узнать все больше и больше интересных фактов. И в этом нам, конечно же, помогает наш шустрик. Ребята, а давайте посмотрим наш шустрый талант. Отлично, давайте смотреть. Доброе утро всем. Мое имя Шустрик. И сегодня я расскажу вам про пион. Своим латинским названием он обязан легендарному врачу Пиано. Пион – род травянистых многолетников и листопадных кустарников. Единственный род семейства пионовые ранее род относили к семейству людьковых. Пионы цветут в конце весны. Ценятся садоводами за пышную листву и декоративные плоды у некоторых видов. Виды семейства произрастают в тропиках и умеренных районах Евразии и Северной Америки. Пионы предпочитают хорошо освещенные и прогреваемые солнцем участки. Хотя могут перенести и большое затенение в середине дня. Лучший срок посадки пионов – август-сентябрь. На этом мне пора заканчивать. С вами был Шустрик. Пока. Друзья, это «Шустрые таланты». И сегодня у нас в гостях Алия Исмаилова. Привет, Алия. Здравствуйте. Как твои дела? Хорошо. Скажи, до меня дошли слухи, что ты уже почти профессиональная певица. Это правда? Да, это правда. А можешь вот ты научить меня петь? Да. Давай. Мы начнем с распевки. Мое любимое. Роза. А давай вместе со мной, чтобы мне было не так стыдно. Хорошо. Давай. Роза. Это как уже песня у нас получается. Теперь вторая распевка. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Волнуюсь. Очень волнуюсь. Нормально все? Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Нормально? Браво. Спасибо. Спасибо. Теперь будем петь? Да. О, дождался. Алия Исмаилова с песней «Girl on fire». Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дима Тorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Пока!